поддержка экономики мировыми центральными банками да то есть вот сейчас на графике таком непростом я сейчас не буду его полностью целиком комментировать да то есть в данном случае приведено меры поддержки экономики мировыми цб и правительствами да то есть что осуществлялось 196 экономиков экономик отслеживают международный валютный фонд здесь приведена некая такая таблица да то есть какие государства какие меры применяли есть всего четыре основных типа поддержки до которые осуществляются в ситуации стимулирования экономики в свете пандемии во первых это денежно-кредитная политика вторая мера поддержки экономики это внешняя политика то есть внешняя политика в первую очередь это так называемая валютной интервенции и меры движения капитала то есть когда происходит крисик с ликвидностью что вы делаете начинаете валютной интервенции когда центральный банк начинается своего баланса продавать доллара ну то есть вы начинаете регулировать рынок мы напрямую вмешивайтесь в национальный рынок и начинайте продавать необходимый объем валюты для того чтобы курс национальной валюты резко не вырос резко не упал, то есть вырос курс доллара. То есть это валютная интервенция. И меры по движению капитала, то есть ограничения, как тарифы, лимиты объемов, поток иностранного капитала в страну или из страны. Такие меры могут быть применены, но ни одной из стран по оценке МВФ данная мера проведена не была. То есть когда вы запрещаете иностранному капиталу свободно выводить деньги в долларах из своей страны. То есть вы таким образом заставляете иностранных инвесторов оставить денежные средства в экономике страны, чтобы не оказывать лишнего давления. Почему это важно? Если вы опять-таки посмотрите на этот параметр, то есть ни одна страна из приведенных в графике, то есть еврозона, Европа, Северная Америка, Азия, ни одна страна не ввела подобный запрет. Почему это важно? Почему это важно? Почему мы это рассматриваем? Потому что это некие меры, которые могут быть введены, но они еще введены не были. То есть причин для того, чтобы это вводить, не было. Но, тем не менее, вы должны понимать, что данные меры, они имеют место быть, и здесь могут быть наложены ограничения. Конечно же, в этом, кто это ведет, там, где это будет плохо, то есть это, наверное, последняя мера. Но если кто-то из страны что-то подобное сделает, нужно понимать, что эта страна прям будет в большой и очень большой нефаворе у глобальных международных инвесторов. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок